Накануне на площадке Хабаровского международного аэропорта глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с представителями предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Ключевой темой стало обсуждение итогов реализации в крае нацпроекта, развернутого по решению главы государства. С 2019 года президент Владимир Владимирович Путин запустил национальные проекты. Этот элемент – управление государством, распределение ресурсов, приоритизация национальных задач. Наш край участвует во всех и весьма успешно. Часть из них не связана с государственным финансированием. К таковым как раз и относится производительность труда, начал встречу Михаил Дегтярёв. За прошлый год Хабаровский край продемонстрировал серьезные успехи в социально-экономическом развитии. Безработица достигла исторического минимума – 0,38%. Ограниченные трудовые ресурсы призывают повышать производительность, больше делать, выдавать на тех же условиях, с теми же людьми, пояснил губернатор. Всего в крае вошли в национальный проект 39 компаний, которые успешно прошли и продолжают реализацию спецпрограмм адресной поддержки повышения эффективности труда. Среди них заводы «Далиэнергомаш», «Амурсталь», «Технониколь», «Дальний Восток», «КПД Прогресс». Благодаря внедрению бережливых технологий и рационализаторским решениям, в 2023 году предприятиям удалось сэкономить около 2 млрд рублей. Представители компаний-участниц нацпроекта, присутствующие на встрече, поделились с главой региона полученными результатами. Руководитель Дальневосточного производственного объединения «Восход» Валерий Осторожный рассказал, как фактический разворот к людям через организацию комфортных условий труда, ремонт душевых и комнат отдыха, новая мебель, смена графика движения корпоративного автобуса, частичная автоматизация процессов привел к существенному снижению уровня заболеваемости в коллективе и общему улучшению микроклимата. В ходе обсуждения участники встречи озвучили инициативы по дальнейшему развитию нацпроекта. Среди них внедрение бережливых технологий в социальные учреждения края. Также Михаил Дегтярев поручил Миноборнауки начать подготовку наставников-рационализаторов. Воспользовавшись случаем, глава региона на состоявшейся встрече наградил лучших рационализаторов. Благодарность губернатора Хабаровского края была вручена работникам семи предприятий и учреждений, в их числе начальник службы организации пассажирских перевозок АОМ «Международный аэропорт Хабаровск» Екатерина Артюхова.